Продолжение следует... Если человек сидел 30 дней в бункере и не понимал, что война окончена, при этом не проявлял упорства и не творил зверства, то это военнопленный, а не террорист. Просьба моя лично заключается в том, чтобы с этим человеком поступали соответствующие. С Азербайджаном меня связывает гораздо больше, чем вам кажется. Просто не рассматривайте мое обращение в контексте национального вопроса. По поводу того, что я все время теряю вот эту «Р» и не выговариваю, не принимайте на свой счет. Все мои близкие братья Азербайджанцы знают, что у меня с этим проблема. Эта «Р» всегда куда-то соскакивает. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Недавно я делал видеообращение касательно плененных армянских солдат. Хочу сказать, что эти видеообращения я делал, исходя из своих религиозных убеждений. Всевышний Аллах говорит прощайте. Пророк Саалам учил нас прощать, сам прощал всех, призывал к милосердию, к снисходительности и даже к животным проявлять милосердие. И исходя из этого, мое понимание религии, что ислам – это религия мира, добра, милосердия. Я записал свои видеообращения, но я слишком поверхностно подошел к этому вопросу и не углубился в тонкости Нагорно-Карабахского конфликта. Исходя из этого, я понимаю, что я причинил многим боль. В первую очередь я прошу прощения у Всевышнего Аллаха. Во вторую очередь хочу попросить прощения у моих братьев и сестер, кому я причинил боль. Преследовал я исключительно благую цель. Еще раз простите меня. Я не идеальный, я мусульманин, допускающий ошибки, но принимающий свои ошибки, осознающий и кающийся. Ассаламу алейкум. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok